Как же так, Петрович? Вот вы рассказали о лечении простатита У вас простатит? Хотя же вы же голодали большие сроки и никаких заболеваний не должно быть Да, я хочу вам сказать когда я голодал, никаких заболеваний у меня связанных с предстательной железой не было, и тем более после 40 суточного голодания Но есть такой знаете, сначала я скажу такой закон развития и свертывания физиологических функций То есть та функция, которая тренируется, она развивается Та, которая функция не тренируется, она угасает Это хорошо прослеживается на полетах в космос Вот он здоровый человек тренированный космонавт он готовился к перегрузкам и так далее Псшш полетел туда в космос Побыл там всего лишь навсего там месяца тем более три И так как нету гравитации которая заставляет наши мышцы работать, трудиться да Мышечная масса за три месяца пребывания в космосе такая, которая здесь при этой гравитации земной она там не нужна в невесомости и мышечная масса распадается сила улетучивается и в итоге после трехмесячного пребывания в космосе космонавт прилетает сюда и он практически должен опять научиться ходить он настолько слаб что он только что может там сидеть и едва передвигаться представляете теперь относительно себя если ну себя да я значит занимался там придерживался все это дело и чувствовал себя удовлетворительно здоровым то есть я не на эти вещи там ни на какие не жаловался началось телевидение которое принесло там свои какие-то заботы свои там надо было там жить там в Москве и я потихонечку все это дело там подзабросил да уже частично подзабросил и до телевидения не будем говорить что это только телевидение вот а раз мы подзабросили значит вернулись к тому образу жизни ну порочному который был ну то есть сладенько там покушать меньше там подвигаться там а тем более я много времени провожу за письменным столом вот болячки которые там у меня были они потихонечку там вернулись или даже новое наживается то есть у меня не было там простатита а он потихонечку там возник этим самым я хочу сказать что если вы занимались а потом прекратили заниматься то те болячки которые должны у вас быть они у вас появятся потому что нету сдерживающих факторов которые зависят от здорового образа жизни на это надо обращать внимание бросили то есть нельзя оздоровиться даже проголодав 40 суток при хорошем раскладе вот просто по себе хочу сказать у меня хватило месяцев примерно на 9 то есть от моего тела не было никакого там запаха была прекрасная гибкость было все это такое знаете вот действительно такое ты получил новое тело да а потом потихонечку все это знаете куда-то размылось куда-то рассеялось и все то есть надо либо опять голодать либо придерживаться каких-то других вещей не обязательно большие строки надо было голодать но по крайней мере кое-чего надо было придерживаться чего я не придерживал все отсюда такой результат и когда вот это все это возникло значит то есть одни и те же вещи ну допустим с тем же простатитом можно не обязательно решить голоданием ну или еще чем-то там питанием да а можно решить допустим приемы вот этого тыкиного масла естественно когда вы будете придерживаться то есть можно знаете свой организм угробить очень быстро обильным питанием ничего не делаем и вредными привычками там курить или еще там что-то или еще что-то такое делать то есть это все быстро вас разрушит и вот теперь я перейду к следующему важному вопросу который я вначале заявил об оздоровлении там лечении ну мало кто его понял что я хочу подчеркнуть ведение здорового образа жизни мы сейчас будем так о нем говорить ведение здорового образа жизни это время это усилие насколько готовы вы потратить свое собственное время в течение дня и усилий на его поддержание если вы вот как спортсмен там если он много в форму входит он практически там занимается много времени там по несколько часов в течение дня там тренировки два раза то три раза в день по два три часа да режим дня и так далее все направлено на результат он выдает результат далее расслабляется а потом этот результат показать не может потому что на его достижение надо затратить усилия так вот то же самое на образ жизни если вы хотите больших каких-то достижений чтобы у вас и гибкость была там и кожа была так такая и вы были неутомимы это естественно намного заниматься соблюдать питание там периодически там очищаться там допустим голодать ну короче очень много времени и у вас на остальную жизнь а тем более если вы работаете времени не остается и вы начинаете компромисс вот поэтому я и хотел бы сейчас сказать о том сколько времени вы готовы уделять здоровому образу жизни и на что обратить внимание на что обратить внимание чтобы то время которое вы затратили на этот образ жизни прогнозил максимальный результат лично я лично я допустим я могу ну ходить ну можно в течение целого дня но со здоровительной целью я хожу час для того чтобы прокачать лимфу по организму ходьба оказалась наиболее эффективным средством для поддержания здоровья в целом далее я обращаю внимание на питание но прежде всего на его количество чтобы вот так вот видите хоть у меня 64 год идет но нету такого пуза который ты там набиваешь потому что я понимаю что здесь должно быть пространство свободно если пузо у вас вот такое вот оно все давит на внутренние органы мешает кровообращению и так далее и так далее и плюс я еще ем семена тмина семена тмина чайная ложечка утром натощак и сейчас еще добавляю гвоздику примерно тоже чайную ложечку палочек гвоздики уже вечером там допустим чайную ложечку в рот и чем-то там запил допустим тем же кисломолочным зачем я это делаю а делаю это для того чтобы микрофлора более-менее была нормальной почему потому что мы живем в агрессивной среде которая за счет микробов грибков и прочих паразитов нацелена на дно нас сожрать и вот то что случилось с моей представительной железой говорит о том что эти микробы эти микробы они ее уже хавали будь здоров и если бы я ничего не сделал они бы ее схавали а то еще там хуже что-нибудь там было так точно же и другие органы вот чтобы этого не было я можно да поголодать допустим недельки две голод прекрасно там все это нормализует но это надо выбрать время а если вы работаете а если вы живете в семье а если сейчас праздники какое там голодание вам скажут вот что тут это самое свихнулись понимаете вы еще становитесь белой вороной с этим здоровым образом жизни поэтому здесь вот выбирается компромисс как его ввести какие средства чтобы они давали результат и в то же время мало времени и были не обременительны нам конечно чтобы погонять микрофлору легче что-то съесть то что ее нормализуют нежели использовать голодание которое должно только неделю разворачиваться все эти механизмы на то чтобы навести порядок а потом только со следующей недели начнут наводить порядок вот какие вещи о чем я толкую то есть ваше оздоровление вот я просто на практике некоторые берутся ага я там сыроед ага я там вегетарианец я видел женщин которые придерживают сыроедческого рациона не понимая что что тут несколько иные вещи потому что вот есть такие люди о вот это все допустим с позиции физиологии с позиции витаминов и прочих питательных веществ все свежее все это хорошее и так далее но они не понимают что есть сезонность питания продукты влияют на нас тем что они нас могут разогревать организм поддерживать теплотворные способности с помощью специи а могут охлаждать с помощью тех же сырых овощей и фруктов которые растут летом а мы их зимой употребляем и в результате в результате что с этими особенно девчатами происходило во первых сбрасывалась масса тела они становились не похожи на женщин понимаете плюс значит по женской части у них все прекращалось потому что для того чтобы все это продолжалось нужна и энергия нужна и теплота нужен объем пищи ну и нужно удовлетворять собственным конституционным данным сезоном года и так далее они это не делают вот вот такое направление я никого не ем я сыроед я там вегетариан все еще кто-то такой ну вот они короче продержатся примерно там ну пусть год некоторые больше некоторые меньше и все дальше у них проблемы со здоровым идет срыв и все это оздоровление закончилось я через это тоже прошел поэтому поэтому я и толку уже со своего собственного опыта что здесь надо придерживаться такой золотой середины чтобы как можно меньше себе вредить и больше помогать вот вот эти вот вещи и при этом жить нормально потому что сами знаете ага в семье вы говорите я иду сейчас на тренировку еду туда еду сюда и это если каждый день это тут уже о семейной жизни знаете уже так сказать трудно говорить вот на эту тему я хотел с вами и поговорить субтитры